Всем привет! Сейчас в Сиэтле идет Unreal Fest и нам представили несколько новых фишечек в Unreal Engine 5.5. В общем, все очень интересно, но одно из самых значительных изменений и нововведений это Megalights. Давайте посмотрим на техно-демку, которую они нам представили. Когда мы думаем о том, как будет развиваться Unreal Engine, мы начинаем с пользователя, задаваясь вопросом, как инструменты и технологии помогут ему воплотить свои идеи. Одним из самых сложных ограничений для наших разработчиков была стоимость освещения с тенями. Поэтому мы разработали новую технологию, которая позволяет художникам использовать источники света, в разы превосходящие по качеству и количеству все, что было раньше. Давайте посмотрим на новую функцию, которую мы назвали Мегасвет. И кто лучше всех сможет рассказать нам о ней, как не наш бесстрашный исследователь из Люман в стране Наниты Эхо. Давайте посмотрим, что нас ждет впереди Виктор. Прежде чем мы перейдем к деталям Мегасвета, я хотел бы рассказать об этой локации. Она создана с использованием набора совершенно новых ресурсов из библиотеки Quixel Megascans, а также в сотрудничестве с KidBash 3D. Это отличный ресурс для трехмерных моделей и материалов. Скоро многие из этих ресурсов появятся на нашем новом маркетплейсе FPC, если вы захотите использовать их в своих проектах. А теперь давайте поговорим о Мегасвете. Unreal Engine лучше всего проявляет себя, когда пользователи могут выражать себя без технических ограничений. Например, на Ниты для треугольников или Люман для глобального освещения, Мегасвет устраняет ограничения в совершенно новой категории, прямом освещении и тенях. Возьмем, к примеру, эти текстурированные источники света, считающиеся золотым стандартом оффлайн-рендеринга. Вот они в реальном времени наполняют сцену яркими цветами, отбрасывают мягкие тени и освещают окружение так, как раньше художники просто не могли. И теперь у создателей есть новый мощный инструмент, но это не единственное, что делает Мегаликтс лучше. Давайте посмотрим, что еще. Это тот маленький парень. Кто ты такой? Похоже, эхо попало на интересный рынок, который вот-вот откроется. Давайте включим несколько витрин и посмотрим, что там продается. Но чего-то не хватает. Сцена выглядит плоской и невыразительной. Давайте включим тени, но не только для нескольких важных источников света, а для каждого источника света в кадре. От витрин магазинов до экранов, дисплеев, мерцающих масляных ламп, гирлянд, свечей, вывесок. Мы можем использовать любые источники света, чтобы рассказать нашу историю и оживить эту прекрасную обстановку. Плотность источников света здесь очень высокая. Вот что получается, когда художники работают без ограничений. Хорошо, давайте вернемся к сцене. Виктор, давайте активируем все эти анимированные дроны и роботов над одним источником света, который отбрасывает тень в кадре. Ух ты, как маленькие светлячки. Все эти источники света подвижны, динамичны, рассеиваются в объемном тумане, и Мегаликт справляется с этой впечатляющей сценой без проблем. Стоит отметить, что снятие ограничений на количество источников света и теней касается не только точечных и направленных источников света, но и зональных. Мегаликтс позволяет художникам использовать зональные источники света так же свободно, как и любые другие. Теперь используете ли вы текстурированные зональные источники света, функции освещения, четкие тени или мягкие тени. Вы можете использовать огромное количество источников света любого типа, в любой конфигурации, которая лучше всего подходит для вашей сцены. Сейчас, когда мы отправляемся в наше следующее приключение, мы должны упомянуть о производительности. То, что вы видели, работает на PlayStation 5. Мегахитес входит в состав 55-й версии. Это экспериментальная функция, и вы можете посмотреть на нее поближе на выставке, если хотите. Большое вам спасибо.